Быть известной личностью всегда было трудно, а в современном мире технологии еще труднее. Что попало в интернет, навсегда останется в интернете. Мало того, что звезды вынуждены все время быть на высоте, посещать дорогостоящие процедуры и не давать никому увидеть себя в домашней обстановке, так еще и их поклонники всегда укажут на все-все даже минимальные ошибки. Кому-то это портит репутацию, а кто-то ловит волну хайпа, ведь черный пиар тоже пиар. В социальных сетях звезды не только зарабатывают, но и делятся личной жизнью и общаются с поклонниками. Иногда случается так, что именно там им приходится краснеть за свои поступки или банально ошибки. Но что обидно, не были бы они известны, никто бы ничего и не сказал, ведь ошибается каждый. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о семи проколах звезд, из-за которых они столкнулись с хейтом со стороны фанатов. Поплыли. Ксения Бородина. Недавно в инстаграме у известных телеведущей подписчики спросили, читала ли она Лолиту Владимира Набокова. На что она ответила списком из трех прочитанных произведений автора. Кроме Лолиты, Ксения отметила Машеньку и камеру Обскура, и на каждое творение написала собственную меню-рецензию. Таким образом, звезда пыталась показаться начитанной, но подписчики сделали вывод, что начиталась она не книг Набокова, а сайтов с их аннотациями. После насмешек со стороны подписчиков она удалила сториз, но скрины успели разлететься по разным пабликам, а к ним в паре шли обвинения в неумении Бородиной красиво врать. Ранее Бородину подписчики высмеивались за ее подачу рекламы. Когда девушка выставила пост в респонсированной компании Черкизова, все сразу заметили прифотошопленную яичницу с беконом к пустой тарелке. При этом она поделилась быстрым, якобы приготовленным ею рецептом завтрака. Читать Алексей не удивило то, какое неуважение она проявила к спонсору, особенно если учесть ее заработок за рекламу в сумме 350 тысяч рублей. Чем мотивировалась звезда, явно выставляя себя не в лучшем свете, неизвестно. Ведь проще было дать короткий ответ на вопрос и хотя бы заказать ту же яичницу, чем объясняться перед аудиторией. Помимо этого Бородину также обвинили в накрутке подписчиков в Инстаграме. Ксения, конечно же, опровергала подобные махинации. Дошло до того, что в 2016 году администрация социальной сети заблокировала ее аккаунт без права на восстановление. Таким образом, ей пришлось тогда создать новый аккаунт, на который буквально сразу подписалось 20 тысяч человек. В этот раз уже без дополнительных программ. Английский считается языком международной коммуникации. На сегодняшний день трудно встретить кого-то, кто не знает английский хоть на элементарном уровне. Инстаграм-модель MilaNas решила, что хочет дать понять недоброжелателям, что ей плевать на их мнение, поэтому сделала себе тату надпись на английском, которая переводится как «Только Бог может судить меня за мои ошибки и неправоту». Точнее, это она вкладывала такое значение. Дело в том, что на пути осуществления задумки у Милы появился языковой барьер и обратиться за помощью она решила к онлайн-переводчику. Опубликовав фото в профиле в Инстаграме, на котором довольные девушка и фотограф хвастались новым творением на теле модели, подписчики немного не поняли смысл фразы. Оказалось, что переводчик, использованный Милой, был настолько плохим, что из красивой фразы сделал «Я могу судить единого Бога своими ошибками и ошибками». Тату мало того, что потеряла какую-либо суть, так его еще и скрыть не так уж и просто, ведь начинается надпись под правой грудью и тянется аж до колена. Многие засмеяли не только модель за ее незнание английского, но и стамбульского мастера, который, видимо, сам не понимал, что писал. Сначала Мила просто закрыла комментарии к фото, но потом увидела плюс ситуации. Они начали говорить в зарубежных СМИ, а число подписчиков с 800 тысяч выросло до более чем миллиона. Сама девушка прокомментировала «Мне приятно, что я попала на страницы сайтов, которые пишут о мировых знаменитостях. Многие турецкие звезды хотят быть на этих страницах, но у них не получается, а у меня получилось. Что касается татуировки, то я не намерена ее стирать или же удалять. Я ею очень довольна». Вот так плохой онлайн-переводчик помог девушке осуществить мечту и подарил славу. Виктория Лопырева За хайпом гонятся все, а звезды в первую очередь, ведь известность приносит новую аудиторию, а, соответственно, большие доходы. Часто эта погоня заставляет жертвовать репутацией и позорится ради привлечения внимания. Виктория начала продвигать программу дополнительного обучения, которая, по ее мнению, поможет многим реализовать себя. На фото в Инстаграме она хвасталась званием директора департамента, вот только на табличке было не ее имя. Поклонники сразу заметили этот нюанс и начали задаваться вопросом, зачем подавать себя лучше, чем есть на самом деле. Большинство комментаторов смеялись, что девушка продвигает самореализацию, а на деле, как директор департамента, не реализовалась. Всем известная Ольга Бузова часто хвастается тем, что она и поет, и книги пишет, и играет, и бизнес свой имеет. Короче говоря, нет сферы, в которой она не преуспела. Количество подписчиков в Инстаграме звезды уже перешло отметку в 22 миллиона, и было дело, ловили ее на накрутке. Такая внушительная цифра вызвала подозрения у блогера Лены Миро. Она начала сравнивать профили других блогеров, которые известны далеко за пределами России, но число их подписчиков гораздо меньше. Сомнения усиливаются, учитывая факт того, как время от времени Ольга внезапно в течение суток набирает по несколько десятков тысяч фолловеров. Часто это сопровождается внезапными отписками на следующий день. Объясняется это тем, что те самые накрученные фанаты замечают непрошенную звезду у себя в ленте, и, соответственно, удивляются, и тотчас покидают ее фан-клуб. О Ксении Собчак знает даже ленивый. Аудитория Ксении подумала, что раз она так популярна, то права на ошибку у нее нет, особенно если она подавалась в кандидаты на президента страны. Таким образом, когда Собчак хвасталась фотографиями своего нового дома, она допустила орфографическую ошибку в использовании фразеологизма. Так как строительство дома происходило в ускоренных темпах, телеведущая указала, что дом растет не по дням и по часам, запутавшись в правиле употребления частиц не-ни. Большинство СМИ ошибку любезно поправили, но некоторые авторскую орфографию в публикациях сохранили. Этот случай был не единственным в профиле Собчак, да и суть ошибки повторилась. Во время выборов Ксения делилась тем, что выполнила гражданский долг. В инстаграме она написала «Сходила проголосовать, на участке встретила лошадь, что бы это ни значило». И вновь наступила на те же орфографические грабли. Здесь СМИ не стали исправлять Ксению, а наоборот решили поднять собственные рейтинги громкими заголовками о повторном факапе звезды. Словесная неосторожность Регины Тодоренко стоила ей не только доверие подписчиков, но и титула «Женщины года» и «Дорогих контрактов». В одном из интервью девушка заявила, что считает, что насилие со стороны мужчин можно оправдать вызывающим поведением женщин. Фраза «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил» настолько возмутила поклонников, что в сторону Регины началась жуткая травля. Девушка сразу попыталась объясниться и извиниться, но в искренность ее слов никто не стал верить. Травля продолжалась даже после того, как Регина сняла документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь», посвященный проблеме домашнего насилия. Подписчики утверждают, что в данной теме Тодоренко не разобралась, а фильм выпустила лишь с попыткой очистить репутацию. То есть насилие — это плохо, а травля в сторону человека, который оступился, но осознал свою ошибку — это окей. Многих, кстати, возмутило, что из-за одной оплошности Регина столкнулась с буллингом и потеряла статус «Женщины года». Ведь своим заявлением проявила неуважение к женскому полу. Но Моргенштерн, который женщин вообще ни во что не ставит, подтверждая это своими текстами и вообще будучи мужиком, стал по версии журнала «Мода топикал Женщины года». Дамы и господа, это ли не лицемерие и двойные стандарты? Сегодня феминистки активно борются с фотошопом и репрезентуют тело таким, каким оно есть. Но Алена Водонаева славится своими некорректными высказываниями по поводу девушек, чей размер одежды превышает XS, из-за чего подвергалась не раз критике. Она даже книгу сама написала, где большая часть текста — оскорбление тех, кто не следит за своей формой. Тем не менее, она любит изменить и собственную внешность в программках обработки фото, чем ее не раз упрекали. К примеру, снимок на берегу Невы вызвал насмешки из-за искривленного парапета. Комментаторы не сдерживали подколки и шутки, что подаленный бетон расплывается. Подписчики никак не поймут, почему девушка, которая, по ее словам, любит себя, постоянно пытается вписаться в стандарты общества и подкорректировать внешность не только операциями, но и некачественным фотошопом. При этом, вместо того, чтобы просто сказать, «Да, это правда, я ее знаю в всякие там приложения», она то закрывает комментарии под фото, то колка отписывает тем, кто посмел обвинить ее в неестественном внешнем виде. И на этом все. Большое спасибо за просмотр. Если тебе понравился ролик, не забудь поставить под ним палец вверх и посмотри наши другие ролики. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!